Я приглашаю на сцену директора высшей школы международных отношений и востоковедни Казанского федерального университета, кандидата филологических наук, доцента Эльмиру Камильну Хабибулину. Всем доброе утро! Как ваше настроение? Ну что ж, наверное, для того, чтобы изучить язык, наверное, знать нужно, что это такое. Турецкий язык – это государственный язык Республики Турция. Язык в сегодняшнем формате начал формироваться еще в 15 веке. Представляете, какой долгий путь прошел этот язык, чтобы сегодня на нем говорило, представьте себе, ни много ни мало 80 миллионов человек. 65 миллионов говорят в самой Турции. Следующая большая группа людей, которая говорит на этом языке, представьте себе, живет в Германии. И по всему миру еще очень много людей, которые свободно общаются на этом языке. Всего их 80 миллионов. Представляете, что выучив этот язык, вы сможете спокойно найти общий язык, пообщаться, поделиться с 80 миллионами людей. А помимо этого еще не стоит забывать, что турецкий язык входит в группу тюркских языков. Кто знает, какие языки входят еще в группу тюркских языков? Татарский. Правильно. Еще? Монгольский, но далековато будет. Чувашский тоже входит в группу тюркских языков. Еще? Языки Северной Осетии нет, не совсем. Казахский, узбекский. Еще? Английский нет, и немецкий тоже далековато. Но, тем не менее, если вы будете знать турецкий язык, вы спокойно сможете понять друг друга, поехав в Казахстан, в Узбекистан и в другие тюркские страны. Ну что ж, я уже сказала, что турецкий язык является государственным языком в республике Турция. И уже сказала, что он начал формироваться в 15 веке. Но представьте себе, вплоть до 20 века, а точнее до 1923 года, турки, тогда еще османы, писали арабской графикой. А сегодня они пишут уже латинской. Мы чуть позже сегодня ознакомимся и с алфавитом, чтобы дальше было проще читать, писать на этом языке. Ну и, конечно, продолжать свое обучение. Хочу открыть вам маленький секрет еще об этом языке. Язык очень легкий, очень логичный. Вы, наверное, играли в лего. Желтые детальки лего собирали с желтыми, красные с красными. Также в турецком языке к одной основе можно прикрепить много-много окончаний и построить целый паровозик. И слова всегда имеют один и тот же порядок. Подлежащее, в конце сказуемое. А внутри можно собрать полный винегрет и получится очень красивое предложение. Но не стоит радоваться. Турецкий язык отличается еще тем, что в нем всегда можно составить очень-очень длинное слово. И вот вплоть до 2014 года считалось, что самым длинным турецким словом является слово, которое написано на верхней строчке. Ну-ка, прочитайте, кто владеет турецкой графикой. И представляете, одно слово можно перевести длинным-длинным языком. Неужели вы тоже один из тех людей, которых мы не можем сделать, жителями Чехословакии? Представляете, какое длинное слово? Но буквально в прошлом году нами было обнаружено еще одно длинное слово, которое состоит аж из 70 букв. Можете себе представить? 70 букв в одном слове. И переводится это слово таким предложением, как будто вы один из тех, которого мы не можем сделать создателем неудачников. Ну, может быть, логически и по смыслу слово выглядит глупым, но тем не менее, это один из примеров того, что турецкий язык может... Слова в турецком языке могут присоединять огромное-огромное количество окончаний, которые потом передаются целыми предложениями. Ребята, а вы знаете известных людей в России, которые владеют этим языком? У меня у подруги папа дзюдоист, он владеет турецким языком. Великолепно! Ну, да, еще? Вроде бы Путин владеет. Путин, нет, вот Путин не совсем владеет, а вот человек, который работает рядышком с Путиным, владеет турецким языком, он его изучал в университете. Кто знает, как его зовут? Дмитрий Песков. Да, он был переводчиком долгие годы, а сейчас является пресс-секретарем аппарата президента Российской Федерации. Он великолепно владеет турецким языком. А следующее лицо вам знакомо? Соловьев. А вот рядом с Соловьевом стоит Жириновский, Владимир Вольфович Жириновский, который тоже великолепно владеет турецким языком. Вот кусочек стихотворения, который он прочитал в прямом эфире. А вы хотели бы владеть турецким языком? Знаете уже, но давайте углубим свои знания. Ну и, конечно, для того, чтобы хорошо владеть языком, нужно знать алфавит, на котором читают и пишут носители этого языка. А давайте познакомимся с алфавитом. А, Б, Ч, Ч, Т, Т, Б, Ч, Ч. А, Б, Ч, Т, Г, И, И, В, И. Итак, мы уже обратили внимание, да, что в турецком языке есть совсем несколько букв, которые отличаются от английского. Это О с точечками, которые обозначают турецкий звук, У с точечками, которые обозначают турецкий звук, И, можете уже повторять, И и И также отличаются, да, если без точки мы читаем как русская буковка И, если с точечкой, то И. И осталась буковка Г со шляпкой, Юмушаге, турки ее называют, мягкая Г, она не читается, является только буковкой. Таким образом, в турецком языке 29 букв и всего лишь 28 звук. У вас есть вопрос, молодой человек? В немецком языке есть тоже О с двумя палочками наверху, О умляут и У умляут. Совершенно верно, и они даже похожи по произношению, да? Спасибо. А еще в турецком языке буковка С с хвостиком обозначает звук Ч, и буковка С с хвостиком обозначает звук Ш. Чуть-чуть отличается, да, мои хорошие? Вот Ч в многих предложениях читается как буква Ш. Нет, буковка Ш читается как Щ, об этом мы с вами поговорим чуть позже. Итак, ну для того, чтобы говорить, а мы пришли сюда, чтобы уже сегодня заговорить, нам нужно знать несколько фраз, хотя бы пока несколько, которые используются каждый день в повседневной жизни. И давайте теперь обернемся к своим соседям, которые сидят рядышком, и поздороваемся. А теперь смотрим в другую сторону, на другого соседа и говорим «Доброе утро». Улыбнулись все, вам желаю доброе утро. Пожелаем добрых дней. День у турок начинается после 12 дня, да? Уже, в принципе, можно говорить, через час можно будет говорить «И гюн ляр». Обернитесь к соседу сзади и скажите ему «И гюн ляр». Отлично. Сосед, который сидит сзади, ответьте вперед. «Як шам лар». Добрый вечер, да, мы скажем всем, когда наступит вечер. А когда мы идем спать, мы что друг друга желаем? Доброй ночи. И по-турецки это будет «И геджаляр». Посмотрите, как все просто. Слово «И» в турецком языке обозначает «хороший», «добрый». А дальше мы добавляем «утро», «день», «вечер». Если это день, то будет «И гюн ляр». Если это утро будет, то «гюн айден» или «И сабах лар». «Сабах» по-турецки обозначает «утро». Если мы вечером друг друга приветствуем, что мы скажем? «И ак шам лар». «И ак шам лар». Молодец, спасибо. И доброй ночи пожелаем всем. «И геджаляр». «И геджаляр». Абсолютно верно. А хотите еще один секрет? Турки на турецком языке, когда знакомятся, когда здороваются, говорят «И гюн ляр», «и ак шам лар», «и геджаляр». И это же самое они говорят, когда прощаются. То есть в два раза меньше фраз можно выучить. Ну что ж, когда мы прощаемся, есть еще несколько других фраз, которые также могут употребляться. Например, мы всегда любим говорить своим друзьям «пока-пока». Вот турки говорят «гюля-гюля». А переводится, знаете, как слово «гюль» от глагола «гюль мяк» с улыбкой. Никогда не нужно расстраиваться, что вы прощаетесь, да? Нужно говорить «гюля-гюля», «бай-бай» с улыбкой. А еще можно сказать человеку, с которым вы хотите встретиться, «до встречи». Будем говорить «до встречи», да? И мы по-турецки это скажем «гюль шюль». Ай, молодцы. Турки очень вежливый народ. Для любого случая у них всегда есть свои слова вежливости, фразы вежливости и целые легенды, целые рассказы, которые вещают о вежливости. Так вот, обязательно мы, когда заходим кому-то в гости, нам всегда говорят «добро пожаловать», да? Когда мы приходим в гости. Турки говорят «хош геалденес» – «в здравии пришли». Скажите, пожалуйста, а в русском языке есть фраза «ответ на добро пожаловать»? Вот спасибо только говорим, да? А турки говорят «хош булдук» – «в здравии вас нашли». И очень много фраз, которые мы, если вы захотите на будущих занятиях, это изучим. Но сегодня, наверное, достаточно будет, если мы с вами выучим фразу «спасибо» и «на здоровье». Ну и ответим на наше «спасибо» – «саулон». Так вот, еще один небольшой секрет. Фраза «саулон», ну если вы вдруг забыли, да, фразу «тещекюраден», фраза «саулон» также может использоваться в качестве «спасибо». А скажу вам большой-большой секрет. Турки, особенно люди более старшего поколения, используют французское слово «мерси». Но они это говорят на свой манер. Они говорят «чок мерси». Слово «чок» в турецком языке обозначает много-либо большой. Таким образом, они собрали в себе два компонента – турецкий и французский – и говорят «чок мерси». Или говорят «чок пардон». Вместо «affederseness». Вот такой вот интересный турецкий язык. Ну что ж, давайте знакомиться дальше, давайте изучать наш язык дальше. И если вы посмотрите на соседнюю колоночку, мы уже с вами можем увидеть фразы «знакомство». Итак, когда мы видимся, да, что мы первым делом спрашиваем? Как дела? Конечно, мы хотим узнать, как у тебя дела. Наша дежурная фраза. Так вот, в турецком языке эта фраза звучит «наслсен». Я вам задала вопрос, отвечайте. Как ваши дела «наслсенос»? И. Молодцы, я уже смотрю, вы освоили турецкий алфавит. И. У меня все хорошо. И. Итак, поиграем. Наслсенос. А если мы скажем «спасибо», у меня все хорошо. Наслсенос. А теперь все давайте дружно. Наслсенос. Молодцы. Кто еще хочет? Зарин, давай, микрофон бери в руки и давай поиграем с тобой. Мерхаба. 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 Наслсен. Тащекюр Эдерем и. Адынне. Как тебя зовут? Адынне. Беним Адэм Зарина. Афферин. Мемнунулдум. Я рада знакомству. Бен де мемнунулдум. Бен де мемнунулдум. Молодец. Бен де мемнунулдум. Давайте еще поиграем с вами. Поблагодарим Зарину. Афферин. Молодец. Адынне. Как тебя зовут? Адынне. Менем аду. Адым? Абдым Данияр. Данияр. Мерхаба. Данияр, мерхаба. Бен... Данияр, здравствуй. Данияр, мерхаба. Скажи мне здравствуйте. Мерхаба, да? Вот слева у нас справа. Мерхаба. Насылсын? Тешеккур эдерим им. Афферин. Молодец. Кто еще? Доброе утро. Гюнайден. Гюнайден. Адынне. Как тебя зовут? Адынне. Беним адим Карим. Карим. Карим Насылсын? Как у тебя дела? Тешеккур эдерим им. И им. Хорошо, спасибо большое. Беним адим Карим. Итак, ребят, а теперь давайте поиграем. Посмотрите, пожалуйста, на своего соседа, который сидит слева. И спросите, как твои дела? А теперь пусть этот сосед развернется к вам и ответит. Тешеккур эдерим им. Угу, отлично. Спросите, пожалуйста, у своих соседей, которые сидят над вами. Как вас зовут? Адынне. Отвечайте. Беним адим Гюльнас. Гюльнас мем нонолдум. И давайте все дружно скажем. Мем нонолдум. Мем нонолдум. Я рада знакомству. Бен дамям нонолдум. И я рада знакомству с вами. Еще я хочу сказать, что в турецком языке есть три слова, которые вы можете услышать постоянно. Это слово гюзель. Есть здесь девочки, которых зовут гюзель? Нет, да? Есть, да? Есть гюзель. Так вот, знаете, в турецком языке это очень распространенное слово. Оно используется и в качестве хорошо. И красиво. И великолепно. И просто ладно тоже гюзель. Также, например, слово чок обозначает в турецком языке много, либо большой, либо очень. Также используется, как я вам уже сказала ранее, и даже с французскими фразами, как чок мерси, чок пардон и так далее. Если вы хотите сказать, что вы довольны, вы поняли, вам достаточно, вы говорите тамам. Да, тамам. Эти слова, которые очень-очень часто используются в турецком языке. Но вот знаете, в турецком языке есть слова, которые полностью совпадают по произношению с русскими словами, но обозначают совершенно другой смысл. Эти слова мы по-другому называем ложными друзьями переводчика. Так вот, в турецком языке слово бардак, который так не любят наши родители, да, беспорядок, обозначает стакан. Представьте себе. А слово дурак обозначает остановка, любая транспортная остановка. Вот слово баян – это обращение к девушке, к женщине. Баян. Слово сарай обозначает дворец. А слово кабак обозначает тыква или кабачок. Так вот, представьте, слово кулак, которого мы иногда побаиваемся, в турецком языке всего лишь означает ухо. Слово табак обозначает тарелка. Слово кирпич обозначает солому. Слово баран обозначает, вернее, этим словом называют мальчиков, и это вполне солидное мужское имя. Слово халат, которое вы привыкли одевать после бани, в турецком языке переводится как трос или канат, и очень часто используется в морском деле. А слово мама – не мама, как мы привыкли. Это детское питание. Слово пара – не пара, это деньги. Слово спор, вот о конфликтах мы говорили чуть недавно, да? Это на самом деле спорт, к которому мы привыкли. Язык, казалось бы, да, язык. Так вот, нет, турки говорят язык. И обговорят жаль, да, не язык, как жаль. Арка, не арка, это спина. Бал, маскарад, к которому мы привыкли, в турецком языке означает, так же, кстати, как и в татарском, означает мед. А вот слово банка с ударением в конце означает банк. Так вот, если турки скажут, что деньги в банке, да, банка, да, ни в коем случае они не в банке, в стеклянной, а в надежном месте. И слово башка обозначает другой или иной. Так вот, не путайте эти слова, если вдруг начнете изучать турецкий язык. Ну как, вам понравилось? Но это не все. Мы с вами, если вы, конечно, захотите, можем еще выучить очень много. Как сказал Валерий Алексеевич, вы можете дальше продолжить свое обучение самостоятельно? Ну, у нас все песенка нам предстоит. Конечно. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами вот так на финале, на позитивной ноте спели и станцевали. Вы хотите? Вы готовы? Окей. Хазырмасанас? Вы готовы? Окей, башлаэлл. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok